Первым экземпляром был туфелик, подаренный из Италии подружкой. Он долгое время лежал без внимания. Потом мы поехали в Казань, купили валенки и еще пару обуви. И решили, что у нас уже началась коллекция. Это был 2010 год. Экспонаты приходят со всего мира, со всей России. Это происходит спонтанно. Мы сами привозим из всех поездок. Нам привозят друзья, знакомые. Все, кто знает, что мы коллекционируем обувь, в любой поездке стараются найти нам миниатюрные туфели, или ботиночек, или башмак. И с большой радостью привозят нам их в нашу коллекцию. Большинство людей видели какие-то брелки в форме туфелек, или кеда, или сапожка маленького, или валенок. И поэтому чаще всего люди очень радостно вспоминают, что «ах, да, у меня же где-то есть такой вот стоит, я тебе принесу». И это объединяет колоссально. Это очень увлекательно. Это объединяет семью, объединяет нас с друзьями. Всегда есть повод встретиться, пообщаться. И еще недавно мы обсуждали, и старшая дочь сказала, что коллекционирование туфелек – это очень красивое хобби. И что можно находить красоту в простых вещах и окружать себя красотой, радостью и счастью. Вы знаете, это очень небольшие деньги. Брелки стоят 100-150 рублей, ну, может быть, 300 рублей. Мы принципиально не берем дорогие экспонаты. И основная часть коллекции – это сувениры и подарки, привезенные и подаренные нам. Вы знаете, это очень сильно экономит время и деньги в путешествиях, потому что ты всегда знаешь, что ты хочешь купить. Я хочу купить туфельку. В любой поездке мы не покупаем магниты, мы не привозим кучу открыток или каких-то сувениров, которые будут стоять на столе, собирать пыль и мешаться. Мы всегда приезжаем в город, всегда высматриваем туфельку, покупаем ее, это может быть очень бюджетный вариант, и спокойно отдыхаем, уже зная, что наша миссия выполнена в этом городе. Я 25 лет возглавляю швейный салон Амальгама. Это сеть ателье, которые занимаются пошивом и ремонтом одежды. Такое красивое хобби очень помогает мне. Во-первых, у меня достаточно сложная работа. Я работаю с людьми. Очень много контактов за день, очень много переговоров. И поэтому коллекция дает возможность уединиться. Иногда просто хочется побыть одной, отвлечься от рабочих мыслей, попереставлять туфельки, где-то, может быть, новый экспонат поставить, проверить, все ли в порядке. И вот эта перестановка экспонатов дает какое-то вдохновение, потому что сама коллекция очень красивая. Я бы даже не сказала, что мы этим специально занимаемся или уделяем этому много времени. Это как бы идет параллельно нашей основной жизни, нашей основной работе. У меня трое детей, много хлопот, связанных с семьей, с бизнесом. Поэтому на коллекцию нет много времени. Но, тем не менее, прошло 10 лет, и у нас уже более 300 экземпляров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова